Здравствуйте, в эфире программа Саубол Шаг онлайн. Мы продолжаем показывать вам, как в домашних условиях привести себя в форму без дополнительного спортивного инвентаря. В этом сезоне мы подобрали упражнения таким образом, чтобы в тренировке участвовали и ваши дети. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не может заменить физические упражнения. Начнем нашу тренировку. Джимс Венда. Упражнение выполняется с одной бутылкой. Необходимо взять ее и зажать между ладонями. Бутылку нужно придерживать рукой между ладонями, не касаясь ее пальцами. Движение выполняется из прямой стойки. Руки, прижатые ладонями, выводятся на уровень середины груди. Локти нужно развести в стороны так, чтобы предплечье оказались в плоскости пола. Бутылку нужно зажать ладонями, прижав ее максимально сильно. Изометрическое напряжение мышц груди выполняется еще на старте. На выдохе нужно пожать бутылку вперед, напрягая мышцы груди. Движение происходит до разгибания в локтевом суставе, но полностью выставлять локти не надо. Руки стремятся вперед по траектории, которая лежит в плоскости пола. Затем руки приводятся к груди. Упражнение выполняется на 20 повторений, при этом траектория не меняется. Четыре подхода. Перейдем к следующему упражнению. Жим гантелей одной рукой. В этом варианте вы используете только одну бутылку и работаете на каждую руку отдельно. Отличная вариация для прокачки каждой грудной по отдельности и мышц стабилизаторов кора. Возьмите одну бутылку и приготовьтесь к обычному отжиманию. Лягте на пол, согните ноги в коленях, не меняя позицию плеч и бедер. Поднимите вес до полного разгибания рук, а затем снова отпустите его в исходное положение. Сделайте одинаковое количество на каждую сторону. Мы рекомендуем сделать на каждую руку не менее 20 повторений в четырех подходах. Перейдем к следующему упражнению. Разводка рук лежа. Ложимся на пол, ноги сгибаем в коленях. Берем в руки бутылки и поднимаем их вверх, пока руки не будут полностью вытянуты. Поворачиваем их так, чтобы ладони были направлены внутрь. Немного сгибаем в локтях и держим их так на протяжении всего упражнения. Разводим бутылки в стороны, пока локти не опустятся до пола. Растягиваем мышцы груди, но в то же время пытаемся не перетянуть плечи. Поднимаем руки обратно в исходное положение и повторяем движение. Рекомендуем сделать не менее 20 повторений в четырех подходах. Перейдем к следующему упражнению. Отжимания от пола. Упремся руками в пол так, чтобы ладони были немного шире плечи. Ноги немного расставлены. Все тело должно представлять собой прямую линию. На вдохе начинайте опускаться вниз, разводя локти в стороны, до касания с полом. Запомните, что касаться можно, ложиться на пол нельзя. После на выдохе поднимаемся в исходное положение, полностью выпрямив руки. Не забывайте, что взгляд всегда должен быть направлен вниз. Рекомендуем сделать от 10 до 20 повторений, подходов должно быть 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Перейдем к следующему упражнению. Пулувер лежа на полу. Лягте на пол. Возьмите бутылки в руки и поднимите их над грудными мышцами. Локти нужно немного согнуть. Стопы плотно упираются в пол, ноги согнуты в коленях. Лопатки сведены вместе. На вдохе начинаем опускать бутылку за голову за счет работы плечевых суставов. Как только бутылки дойдут до уровня головы, следует остановиться. На выдохе начинаем поднимать руки вверх. При этом руки мы должны мысленно сдавливать друг с другом. За счет такой простой манипуляции мы можем принудительно напрячь грудные мышцы. В верхней точке сделайте небольшую паузу. Это даст грудным мышцам немного поработать в статике. Рекомендованное количество повторений 15-4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Сгибание рук стоя. Возьмите бутылки так, чтобы ладони были направлены вверх. Прижмите бутылки друг к другу дном, чтобы имитировать гриф штанги. На выдохе начинайте подъем до уровня плечей. Вверху сделайте паузу имели навозвращать их в исходное положение. Сделайте 30 повторений, 4 подхода. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Перейдем к следующему упражнению Подъем молотом с небольшим разведением в стороны Возьмем бутылки в руки, ноги немного согнем в коленях Корпус под небольшим углом наклоним вперед Прижав бутылки к друг другу, опустим их вниз на вытянутых руках На выдохе начинаем подъем рук до уровня груди И в верхней точке делаем разведение в стороны После сводим их обратно до касания бутылок И возвращаем их в исходное положение Рекомендуем сделать не менее 20 повторений в 4 подхода Перейдем к следующему упражнению Концентрированное загибание одной рукой Возьмите бутылку в одну руку, сядьте на край стола, расставив ноги шире плеч Упритесь локтем во внутренней части бедра А другую руку поставьте на другое колено ладонью Сделайте медленный подъем бутылки к плечу, как можно выше Зафиксируйте в верхней точке на 2-3 секунды И затем медленно отпустите в исходное положение Данное упражнение следует выполнить не менее 20 повторений 4 подхода Данное упражнение следует... Сделайте медленный подъем бутылки к плечу Перейдем к следующему упражнению Скручивание с поднятыми ногами Ложитесь на пол и поднимите ноги так, чтобы бедра были перпендикулярны к полу А голени параллельны Сохраняйте это положение во время выполнения всего упражнения Скресите руки на груди или заложите их за голову Не приплетая пальцы между собой Медленно за счет работы мышц живота Оторвите плеч от пола на несколько сантиметров Плавно опуститесь в исходное положение Следите за тем, что мышцы живота находились в постоянном напряжении Повторите упражнение на 15 повторений, 4 подхода Продолжение следует... И последнее упражнение на сегодня Обратное скручивание Исходная позиция Ложимся на пол, руки держим выпрямленными вдоль тела Они помогут вам лучше контролировать движение Ноги следует немного согнуть в коленях Начинайте поднимать ноги вверх Делая при этом выдох И плавно поднимайте поясницу с поверхности Это обеспечит наилучшее сокращение мышц пресса Плавно отпустите ноги и низ спины вниз Делая вдох Работать нужно по той же схеме, что и в обычных скручиваниях В укороченной амплитуде с постоянным напряжением мышц Продолжение следует... На этом наша тренировка подошла к концу Напоследок, хотелось бы напомнить Один час тренировки это всего лишь 4% вашего дня Будьте здоровы! Хотелось бы выразить большую благодарность Акимату города Алматы Увидимся в эфире!